В городском театре стартовал масштабный всероссийский проект «Место встречи с искусством». Репродукция хрестоматийных картин Александра Дайнеки, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Вильямса и других художников раскрывают тему современности первой половины XX века. Анапа стала 17-м городом в России, где можно познакомиться с работами великих мастеров. Аналогов передвижному картинному фонду, подобных этому, в России нет. Этот проект, в который вошли репродукции работ известных художников, организован Министерством культуры России совместно с музеемно-выставочным центром «РосИЗО». В создании репродукций совмещены новые компьютерные технологии и кропотливый человеческий труд. Даже наметанным взглядом с первого раза сложно определить, что это копии шедевров. Используются современные методы печати. После печати наносятся акриловые краски. И после этого, собственно говоря, мы передаем, у нас идет полная цветопередача от оригинала, практически полностью сохранен объем, масштаб картин. И, соответственно, ну это техника, да, то есть это современная техника, с помощью которой мы сможем создавать такие вот передвижные фонды. На торжественном открытии выставки царил полный аншлаг. Десятки школьников пришли познакомиться с работами мастеров, чьи иллюстрации изображены в школьных учебниках и входят в обязательную школьную программу. Также выставку посетили и представители администрации города-курорта Анапа. Задача этого проекта – научиться читать вот эти картины, научиться их воспринимать, как живет люди, действительно, по лицу, по характеру узнавать, о чем будет эта картина. На экспозиции представлено 27 работ. Сюда вошли такие известные картины, как «Оборона Севастополя», «Александр Невский», «Утренняя зарядка» и многие другие. Картина рассказывает о революциях, войнах, образах жизни людей первой половины 20 века. Экскурсии проводят лучшие студенты Московского педагогического государственного университета, будущие преподаватели изобразительного искусства. По сути, это фотографии тех времен. То есть мы, помимо живописи, мы еще и расскажем об исторических событиях, очень важных событиях. Например, битва за Севастополь, в которой погибло более 150 тысяч человек. Или встреча героического экипажа, когда Чкалов совершил совершенно невозможный подвиг на тот период, пролетев 10 тысяч километров практически на картонной коробке. В проекте смогут также принять практическое участие юные анапчане. Школьники от 10 до 15 лет примут участие в межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина». В рамках нашего проекта, помимо выставки, мы будем проводить мастер-классы. Участники этих мастер-классов заранее подавали заявки, рисунки. По результатам этих мастер-классов будет два победителя из каждой возрастной группы, которые выиграют поездку в Артек. Продолжение следует...